Всем здорова, пацаны, с вами Яван, и это провинция, видите на своих экранах. Сейчас вы можете сказать, Яван, ты что здесь забыл, ты же играешь на Смотре, а ты на провинцию зашёл. Могу сказать, что раньше, где-то год-полтора назад, я играл всё-таки на провинции, на первом сервере, когда ещё было три сервера, было только два города, а сейчас прошло уже куча времени, ещё появился Невский, справа внизу. И, короче, сейчас я вам хочу рассказать, как я обжился. Ну, я уже записывал перед этим серию, всё купил, сейчас вам расскажу по дороге. И я случайно ударил все видео, которые я записал по провинции. И вот так вот получилось. Играю на провинции где-то две недели от силы. Давайте уберём. Не могу, я буду походить и рассказывать. Играю на провинции от силы две недели, но я потом чисто закончил играть, потому что у меня был третий левел, и у меня было что-то 15 или 20 тысяч, а чтобы купить автомобиль, надо было купить домик. А домик вообще очень дорого стоит, где-то около, ну, 200 тысяч. Но это вообще нереально его купить. А вот заработать ещё потом на тачку, это вообще капец. И получается так, что я забросил провинцию. А вот где-то месяц назад я играл на провинции. И, вернее, я играл, захотел зайти на провинцию, увидел мой аккаунт, и ещё был рабочий. Я зашёл, посмотрел, всё есть. Потом зашёл на ютуб, типа, вбил самые популярные работы на... И самое, типа, где можно самое большее заработать на провинции. Мне написало трамвай, и там для моего третьего левела было тогда. Я пошёл в Невский на трамвай на 64-й, и за час где-то заработать можно было 50-60 тысяч плюс-минус. Я начал работать, зарабатывал, короче, на себе на домик 400 тысяч, да? Нет, 300 сначала, 350. Я пошёл потом искать домики по ГОС. И были только в домиках... Получается, на провинции есть домик, да? В нём может быть квартира и колебаться от 300 тысяч до 800 тысяч. И, как правило, все домики по 300-500 тысяч выкупают и оставляют только 500 тысяч. Я такой думаю, зачем? Я искал, короче, весь Невский обеял, вот эти все зелёные домики. Бегал пол Юшки и почти пол Южного, хотел сказать, пол Мирного и пол Приволжска. И этот, Жуковской, вот эта деревня сверху слева. Бегал, короче, и не нашёл. А потом я задал, типа, вопрос админам. Это я что-то бегал в среду и в четверг. Потом задал вопрос админам, типа, как найти домик. Они написали, типа, что каждую пятницу в 11 или 12 часов ночи, кажется, в 12 часов ночи слетают дома, за которые не платили более четырёх недель. Я, короче, о, ура. И, получается, в субботу утром, где-то в часов семь, я начал искать дома. Короче, не нашёл по 300-200 тысяч, нашёл за 440. А у меня было 380. Я начал быстро работать на этих трамваях. Пока заработал 420. Не, 400. 410 или 420. Заработал 420, да. Вспомнил. Пришёл к этому домику, а его уже нету. Его уже купили. И смотрю, есть дома по 440. И это я ещё опять зарабатываю. Пока жду этот 64-й трамвай, чтобы его вообще выждать. Это столько времени должно пройти. Короче, ждал, 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 ждал. Нашёл этот трамвай, уже заработал 450 тысяч. Подхожу к тому и думаю, что 430, он... 440, его уже заняли. Опа, заспамился. Нарс. 440 тысяч, его уже заняли. Я такой, ну капец. Потом хожу в соседний дом, там 430. Я беру её, покупаю. Всё, уже на радость закупил домик, да. Считайте с рук на провинции, вообще домик нельзя купить из-за того, что надо заплатить, типа, предоплатой, чтобы он выселился. И потом он сливает его в ГОС, и ты покупаешь в ГОС. Короче, странная система на провинции. Мне кажется, её добавить нормальную уже систему продажи домов. Я такой начал работать. Потом насобирал на тачку себе, на копейку, на... За что-то... Вот, копейка я переехал не сюда. За 72 тысячи, да. Открываем тачечку. Купил копейку, значит, ездить, поставил... Поставил номера, вот, вспомнил. Начал ездить, короче, записал, а потом у меня что-то мало диска... Этого места на диску в жёстком не было. Я такой, ну капец, что делать? И в итоге взял, ну, как всегда, короче, уберу и удаляю серии. Я забыл, что я записал провинции. Короче, это всё ка-ту-пот-власт. Так что так я быстро вам разговариваю. Если хотите селики по провинции, то пишите мне в комментариях, что да, типа, хотим. Так, здесь, конечно же, лучше не нарушать. Где-то давайте вот здесь у меня домик. Как ни странно, да, вот эти 20-ти этажки красивые. Давайте за паркуем копейку. Чётко, что... С одной стороны, прикольно, да, что в твой транспорт никто не сможет сесть. А сможет только сесть в тот комнатный этаж ключи или сам владелец. А так-то не очень. Вот так бегал, короче, смотрел. Вот 880. У меня, получается, 17-й этаж. Вот так быстро. Так, давайте на 17-й этаж поднимемся. 17-й этаж мой. Я захожу и смотрю, вот этот занятый. И вот 430. У меня даже скрин есть. Вот я ещё ставлю скрин. Вот ещё блатной номер. 7-3-3-7. Вообще, жёстко. Давайте, короче, зайдём в домик. А, подождите, я в 5. Я уже привык в сампе. Дальше. Вот. Открыть дверь. Пойтимся. Для выхода из дома. Вот заходим, короче, в мою хату. Все птульчики. Тут стоит шкафчик. Здесь такая вот гостиная. Диванчик-то слишком большой. Плазма. Столик. Потом при входе сразу прямо идёт туалет. Душевой кабиной. Потом направо. Спальня. Такая вот шпалка стоит. И слева вот кухня у нас. Чё там? Картины. Яблоко. Такое. Давайте пока едем. Краткий обзор на копейку. Вот такая вот коврика. Даже грязная, понимаете? Вот руль. Поворачивается. Кстати, на провинции, на дорогих политачках ещё работает приборная панель. То есть, тахометр и спидометр работает. Но если бы ещё тачек топлива работал, это был бы вообще зашквар. Может, он не работает, только я не знаю. Ладно. Вот, короче, поехали к банку. Здесь всегда мажоры тусуются. Вот на копейках не мажоры. Я имел в виду, там. Аквараканы, скайлики, ешки. И 60 грузовики. Давайте, короче, заглушим. Пойдём заплатим за дом. Сейчас я вам покажу, что там. Система. Вот. Смотри, сколько банков. Можно сюда вот подойти. Мне 39 тысяч всего лишь. Штрафы 1000 и квартплата 8600. Давайте заплатим за штрафы со счета. Из ЖКХ. Счета. Всё. 29 тысяч заплатили. Теперь можно уходить спокойно. Что дома у меня не вылетит. Не, не слетит. Кстати, да. Здесь есть там разные тонировки. Т.д. и т.п. Короче, на этом всё, пацаны. Если хотите. Сирики по провинции. Будем покупать новые тачки. Там обзоры. Тест драйвы. Т.д. и т.п. Пишите комментарии. Не так, что я бы говорил. Типа. Хорошо. Типа. Напишите, напишите, а вы не пишите. А просто реально напишите, что безусловно снимать его и не снимать. Ну а с вами был Левен, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.